Слушайте доктора Достаточно высок, хотя мы стараемся информацию подавать достаточно, не то чтобы просто доступно, прежде всего для наших пациентов. И сегодня мы поговорим про реабилитацию. Если говорить о том, вот мы обсуждали с Светланы тему передачи, что такое реабилитация. Это слишком большое понятие, но ни у кого не вызывает сомнений, что если тебе сделана операция, то мало выписаться из стационара, проходить амбулаторное лечение, нужно еще и пройти реабилитацию и восстановиться, скажем, до трудоспособного уровня, ну скажем, для уровня, который позволяет наслаждаться всеми прелестями жизни. Можно так сказать, реабилитация, она необходима и в хирургии, и в травматологии, ортопедии, реабилитация необходима и в других специальностях. В то же время есть, скажем так, реабилитация не при плановой хирургии, а есть реабилитация при острых состояниях, внезапно возникших таких, так, инфаркты миокарда, и после мало пролечиться, скажем, в стационаре, консервативно, либо мы на одной передаче разбирали тему и современных оперативных методов вмешательства при острых инфарктах миокарда, но после этого нужно реабилитироваться, да, нужно восстановиться. Это касается и острых нарушений мозгового кровообращения, геморрагических инсультов, ишемических инсультов. Вот как раз у нас сегодня в гостях Игорь Фёдорович Набатов, главный врач гериатрического центра. Добрый день, Игорь Фёдорович. Игорь Фёдорович, насколько я понимаю, он, ну, условно в кавычках, новый, молодой главный врач центра гериатрического, но так или иначе, я думаю, что он расскажется. Вот я уже от себя хочу добавить, что это один из тех людей, профессионалов, которые у себя на тот момент возглавляя Слободскую центральную районную больницу в Ахуршевском подразделении, открыл, на мой взгляд, достаточно мощное отделение реабилитации, которое занималось ещё, вот что можно сказать, слушателям, ранним послеоперационным восстановлением. И ранним, и восстановлением сразу после выписки пациентов с нарушениями мозгового кровоснабжения, это очень сложно. Я так понимаю, это было, я знаю, что это было оснащённое отделение, оно всегда было востребовано, я даже больше скажу. Наши пациенты нашего центра, иногородние пациенты, они изъявляли желание там реабилитироваться, и даже как-то я столкнулся с такой жалобой о том, что мы ехали к вам не только прооперироваться, но и реабилитироваться, мы хотим ехать в Ахурши, а вы нам не предлагаете, значит, мы, естественно, направили их в Ахурши. Но так или иначе, на сегодняшний день, я так понимаю, у Игоря Федоровича есть планы по развитию не только, скажем, вот он оставил после себя это развитое подразделение, у него есть планы по развитию не только реабилитации травматологии, ортопедии, но и других, я думаю, что Игорь Федорович нам расскажет. Да, Игорь Федорович, приступайте. Мы здесь до эфира сразу слушателям скажем, что мы, конечно, поговорили с коллегами и с грустью достаточно, да, поговорили о том, что, в принципе, реабилитация в России, в российских больницах, недостаточно развита. Ну, вот четко все сошлись на этом. И второй постулат, что реабилитация, конечно, это важнейшее направление, которое должно развиваться, потому что от реабилитации пациента зависит качество его жизни, мы о качестве жизни говорим, конечно. Мало прооперироваться, мало выжить. Хотелось бы еще и жить, и чувствовать себя полноценным человеком. Знаете, у нас реабилитация в стране развита, вот прежде чем, как вы нас начали рассказывать, она развита неравномерно. Если говорить о том, что у нас в стране были реализованы федеральные целевые проекты, это организация сосудистых центров по всей стране, ну и так или иначе, появились отделения реабилитации, как следствие, занимающиеся оказанием помощи пациентам после инфарктов и инсультов. Это, ну, скажем так, часть проекта федерального. Но если меня пациенты спрашивают, вот выписывающиеся из нашего центра, или пациенты, которые даже вот оперирую я с деформацией позвоночника, кто профессионально занимается реабилитацией? Вот нас. И вы знаете, я вынужден... Пациенты в центре травматологии, ортопедии, нейрохирургии. Ну, скажем, после сложных операций, я это имею в виду. Кто в России занимается? Назовите мне ведущий какой-то центр, назовите мне ведущую какую-то клинику, которая занималась бы реабилитацией. Ну, вы знаете, есть те, кто занимается, но вот на профессиональной основе, да, такое-то консолидированное учреждение, ну, таких я назвать затрудняюсь. Что же у нас происходит в гериатрическом центре? Каковы сейчас основные направления реабилитации? Я вообще ничего не знаю про ваш центр, честно, ни разу там не была, поэтому очень, конечно, мне интересно. Я думаю, что кто-то знает, а большинству-то нет, наверное. Хотя находится в центре города. Я знаю, но как-то не приглашалась. Вот теперь, мне кажется, будет повод. Да, Игорь Набатов, главный врач гериатрического центра. Набатов всё-таки. Набатов, да. Я поставила для себя ударение, но всё равно почему-то... Ну, ладно. Вообще, современный хирургический, терапевтический стационар, они используют интенсивные, порой агрессивные методы лечения и ориентированы на то, чтобы пролечить пациентов и как можно больше пролечить. А мы занимаемся уже следующим этапом ведения пациента – это реабилитацией. Она может быть как амбулаторной, так и в условиях круглосуточного стационара, ну и в санаторно-курортных условиях. Вот гериатрический центр, он на сегодня является самым мощным реабилитационным учреждением в нашей области. А чем Вы уже занимаетесь? Значит, у нас открыто на 30 коек отделения реабилитации пациентов неврологического профиля. Там получают лечение пациенты, перенёсшее острое нарушение мозгового кровообращения, перенёсшее операции по поводу, допустим, аневризмы сосудов головного мозга, отделение реабилитации кардиологических пациентов. И неврология, я перебью Вас, начала братья, насколько слышал от моих специалистов, а мы начали переводить ещё пациентов после операции на позвоночниках Вам? Да. И это только-только начинается, да? Да, потому что проблема реабилитации пациентов после тяжёлой спинальной травмы, ну и после любых операций это всегда была проблема, достаточно такая трудная задача, сложная. Ну да, у нас отделение неврологической реабилитации, оно разделено на пациентов, которые с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, и пациенты, которые перенесли оперативное вмешательство на позвоночник. Там спинальные стенозы, межпозвонковые грыжи. Дальше следующее направление, это у нас 30 кое округлосуточного стационара от реабилитации пациентов, перенёсших инфаркты миокарда, перенёсших оперативное вмешательство на сердце. Сейчас получаем лицензию на открытие круглосуточных коек для реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата. Это вот круглосуточная наша реабилитация. Также вот амбулаторная реабилитация в условиях дневного стационара. У нас 40 пациентов мест для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, периферической нервной системы. Игорь Фёдорович, сколько у Вас всего пациентов в месяц и в год проходит через гириатрический центр? Ну, вот статистика такая, что за прошлый год около 3000 пролечено всего было в гириатрическом центре. Это и круглосуточный, и дневной стационар. У нас помимо реабилитации есть ещё обычная терапия и обычная неврология. Это всё вместе 3000 человек? Да, всё вместе 3000 человек. А то, что по реабилитации, это на круглосуточной реабилитации около 840 человек, и дневной стационар 900 человек. Это много или мало? Для такого... Это Вы же на всю область работаете, не на город, на это. Для нашего учреждения это немало. В масштабах области... Это катастрофически мало. Если сравнивать с количеством пациентов, которые нуждаются в реабилитации, то недостаточно. Вы знаете, когда начинаешь заниматься каким-то вопросом, всегда кажется, что вот, ну, может быть, площадей достаточно, но если оценить масштаб, какая там у тебя мощность, и спроектировать его на прогнозируемые потребности, кажется мало. Я на самом деле очень рад, что Игорь Иванович, в общем-то... Вот мы с Вами сказали, есть гериатрия, но непонятно, чем она занимается. Но у нас ведь есть учреждение специализированное, а есть учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь, ну, скажем так, по отческому принципу. Я попытался достаточно просто сформулировать. То есть это больницы, которые имеют стационары, но и оказывающие в большом объеме первичную медико-санитарную помощь, да? То гериатрический центр, он вроде бы не узкоспециализированный стационар до конца, и вроде бы не учреждение, которое работает по участковому принципу. То есть участков не так много, да? То есть где-то между. Где-то между. Где-то между, и насколько я понимаю, здесь какое-то совместное и правильное решение было принято вместе с Минздравом. Да, Министерство здравоохранения. Обсуждено, что будет углубляться учреждение в сторону медицинской реабилитации, да? Вот и еще я хочу сказать нашим слушателям такую фразу, как хирург и как человек, который, в общем-то, знает, ну, скажем так, специфическую терминологию, хирурги говорят так, что любую операцию, хорошо сделанную, квалифицированную, там, умелым специалистом, легко испортить. Испортить ее можно в послеоперационном периоде. Неправильным ранним послеоперационным уходом, ну, естественно, не соблюдая рекомендации или не выполняя необходимые рекомендации для того, чтобы должен быть достигнут результат. И я хочу сказать, что реабилитация – это очень сложная наука. И выхаживание пациента, оно не заканчивается в пределах 7-10 дней госпитализации в специализированном стационаре. Здесь мы имеем только начало. 70 дней? 7-10 дней. 7-10 дней. 10-7 дней, да, в стационаре после этого выписка, после сложной операции. И здесь уже… Это норматив сейчас такой. Это не норматив, это то, что, в общем-то, логично, больше нет смысла лежать в стационаре, а дальше надо заниматься вот той самой реабилитацией, амбулаторным лечением. Либо амбулаторно заниматься реабилитацией, либо стационарно. И мы пока… Ну, в общем-то, у нас, я так понимаю, профиль неврологический, кардиологический профиль. Ну, вот будет травматология, ортопедия. Давайте ещё напомним всё-таки слушателям, что гириатрический центр не всеми пациентами занимается, всё-таки возрастными пациентами, правильно? Вы специализируете жены? Детским населением не занимаются. Но вот только пожилые или любые взрослые? Нет, нет, только взрослые населения. То есть не медицины, не обязательно, не только пожилые. Так, как к вам попадают люди в ваш гириатрический центр? По направлению? Направлению из любой больницы? Из любого населённого пункта нашей области, через сосудистые центры направляются. Это региональный сосудистый центр, который на базе областной больницы. Сосудистый центр на базе первой горбольницы. И сосудистые центры в районах области Советск, Вязкие Поляны, Слободской. Ну, то есть вот, если мы говорим о том, что требующих реабилитации пациентов гораздо больше, чем может, например, ваш центр предоставить, и, в принципе, больниц на самом деле там предоставить, потому что нет у нас в больниц больших таких реабилитационных отделений, которые могли бы в полной мере оказывать, то, конечно, в гириатрический центр какая-то специфика есть. То есть вот какие должны быть и тяжесть, может быть, заболевания, и тяжесть состояния человека после операции, чтобы отправили в гириатрический центр на реабилитацию? Есть определенные показания. То есть вот ранний и поздний восстановительный период после заболевания или после оперативного вмешательства должен быть положительный реабилитационный потенциал. Что это такое положительный реабилитационный потенциал? И как он оценивается? Есть шкала, называется рэнкинг, там 5 степеней. То есть надо понимать, чтобы усилия-то не пропали зря. Врачи это видят. Я могу сказать, что показания по каждому профилю медицинской помощи, после каждого вида оказанной медицинской помощи, они разные. Но вот если брать, например, опять же вернемся к той же хирургии, здесь нужно выделять ранний послеоперационный период, где необходимо выполнить реабилитацию. Ну, опять же, что мне ближе? Пациент после эндопротезирования коленного сустава. Мы начинаем его сгибать и поставим эндопротез. Кировский ли пациент, иногородний ли пациент, неважно, не имеет значения. Мы ставим эндопротез, и движение начинается со 2-3 суток после операции. На специальных тренажерах, автоматических тренажерах, которые работают по определенным программам, мы работаем с этим пациентом, добиваемся определенного объема движения. Но всем понятно, что в этот период у пациента еще в ранний послеоперационный период есть послеоперационная рана. Дальше мы у себя таких пациентов, ну, и не только с протезированными коленными суставами, переводим в послеоперационное отделение на 4-5 день, и до снятия швов мы начинаем заниматься реабилитацией. Но когда мы пациенты выписываем, естественно, мы не достигаем стопроцентного объема движения. И с ним нужно трудиться. На этих же тренажерах, которые достаточно, ну, скажем так, высокотехнологичное оборудование, это специальные электронные тренажеры, да, и они сейчас достаточно и немало стоят. Это нужно проводить физиолечение, потому что мало снять швы, возникает явление отека, явление, скажем, какой-то сосудичных нарушений, лимфатического стаза. Поэтому для того, чтобы достичь определенного объема движения, нужны работы специалисты. И вот тут как раз это и называется реабилитацией по профилю травматологии и ортопедии после высоких технологий по эндопротезированию, что было организовано Игорем Федоровичем в Ахрушах. И я могу сказать уже сейчас, что наше желание отправлять, иногда было больше даже возможностей Игоря Федоровича. Отправлять пациентов отсюда в Ахрушу. Да, и можно сказать, что и нагородние пациенты, мы даже с удовольствием ездили на реабилитацию, и для того, чтобы Игорь Федорович соглашался, мы даже возили их на своем транспорте. Сейчас, как только было организовано, пациенты неврологического профиля, то же самое, мы понимаем, что пациент может быть осложненный, прооперирован, может быть постановлена какая-то там конструкция, спинной мозг, периферический нерв освобожден, а дальше начинается рутинная работа по миостимуляции, по, скажем там, сосудистые препараты, ЛФК, недопущение контрактур. И это постоянный процесс. Это может даже не одна госпитализация, этот пациент должен попадать, ну, скажем, в поле зрения реабилитолога и несколько раз проходить через отделение. Если мы говорим о реабилитации пациентов после инфарктов или инсультов, ну, совершенно понятно, что пациент выписывается из стационара, когда катастрофа миновала. Первое, когда риск, скажем, вот данной катастрофы, вот по той же самой причине, наверное, ну, минимален, либо невозможен. Но понятно, что остаются какие-то нарушения. Остаются, если брать инсульты, остаются там очаговая симптоматика в виде там парезов, параличей, каких-то неврологических дефицитов. И здесь совершенно понятно, что тоже, чем занимался Игорь Фёдорович, нужно длительно, долго, кропотливо мыслиться с реабилитологами, профильными специалистами-неврологами заниматься ЛФК суставов. То же самое кардиология. Здесь пациенты оперированы и неоперированы, к ним разные подходы. В эту проблему, скажем, я не погружён. Это тоже, как вы понимаете, смежная работа и реабилитолога, и кардиолога, терапевта, потому что эти пациенты, вот которые я сказал, они поступают ещё с сопутствующими заболеваниями. И здесь нужно не допускать хронизации, либо усугубления течения основного заболевания, и бороться с последствиями, так сказать. Я думаю, что реабилитацию можно по каждому профилю провести. Ну, вот это моё мнение, но я считаю, что такой центр единый, большой, должен существовать, и не только с базой в городе Кирове. Но говорить о том, что нам нужно это, не показав свою эффективность, наверное, рано. Вот, Игорь Фёдорович, насколько я понимаю, в начале пути. Что касается детской реабилитации, опять же, на уровне, я могу сказать, что в своё время поднимался такой вопрос и обсуждался в Минздраве Кировской области о том, что на базе детской областной больницы такой центр открыть. Но это структурное подразделение, расположенное удалённо, не в городе Кирове. Ну, вот пока я, насколько знаю, он снова получил, скажем так, активное обсуждение, пока озвучивать не буду. Но это речь идёт, опять же, про базу детской областной больницы. Детская реабилитация тоже необходима. Вот, всё, что могут позволить себе хирургические стационары, как, например, центр термотологии, это заниматься ранней, послеоперационной реабилитацией, до снятия швов, а дальше надо выписывать. И второе, амбулаторная реабилитация на этапе, скажем так, долечивания, продлевания больничного листа. Но не все пациенты, скажем, могут передвигаться и иметь хороший, простите за слово, иметь хороший эффект, да, от операции, получая только амбулаторную реабилитацию. Вот, очень сложная наука, и если раньше меня спрашивали, скажите, а ещё несколько лет назад, скажем, 3-5 лет назад, меня спрашивали, а скажите, после операции, вот вы выписываете, где мне заниматься разработкой, там, реабилитацией, где? Ну, и начинаешь объяснять. Ну, этим можно заниматься в поликлинике, в медслужительстве, вот, можете у нас заниматься. Хорошо, а есть какое-то специализированное учреждение, там, отделение, кто этим занимается. И вот только несколько лет назад я сказал, и я мог ответить, да, есть, оно организовано. Я почему такие вопросы задаю? Потому что я, конечно, и сама сталкивалась с этой проблемой, и как мама сталкивалась с этой проблемой, потому что, если же мы говорим про реабилитацию, или, например, про профилактику, если у детей, то вы знаете, что был огромный период со страшным провалом, когда ликвидировались целые отделения ЛФК из поликлиник, или они, например, сохранялись номинально, но отсутствовали специалисты. Вот в вашей клинике, Дмитрий Александрович, я познакомилась с прекрасными специалистами-реабилитологами, и вот у них выспрашивала, откуда вообще они там появились, что они делают. Меня, конечно, очень порадовало, что люди развиваются, то есть они придумывают новые комплексы, даже в работе со мной они придумывали индивидуальные вещи. Я так понимаю, я впервые с этим столкнулась, что так должно быть. И я понимаю, что попади там, особенно дети, там на ранних стадиях каких-то там проблемных заболеваний в руки хороших реабилитологов, то мы бы имели в школе гораздо более здоровое поколение, чем мы имеем сейчас и будем иметь ещё очень долгое время, потому что ситуация, давайте так честно, она изменилась, но не слишком. Это вы правильно сказали, Дмитрий Александрович, что мы в самом начале пути. Вы знаете, даже технологии изменились. Если раньше небо, мы позволяли себе, есть такая пословица у хирургов, была у старых, у моих учителей, что хирург может себе позволить только то, сделать то, что позволит ему анестезиолог. Но много утекло воды. Вы знаете, хирург себе может сейчас позволить не только то, что позволит ему анестезиолог, безусловно, но и позволит то, что позволяет ему сопутствующее оборудование современное, имеющиеся, скажем так, высокотехнологичные инструменты, ну и новые технологии. И любая новая технология, она предполагает послеоперационное ведение. А к этому-то мы оказались до конца и не готовы. Даже возьмём, мы разговаривали там про даже грыжи дисков межпозвонковых. Но выписывается пациент из отделения, будь то областная больница, прекрасные специалисты, оперирующие там грыжи дисков, вмешивающиеся там на любых отделах подозначников, будь то специалисты нашего центра. Куда идёт пациент? В общую сеть. Потому что он получил помощь первично в специализированном учреждении, в специализированном отделении. Но и, безусловно, ряд пациентов могут идти со стандартными рекомендациями, но у него у всех операция протекает шаблонно. Кому-то требуется и, ну, скажем так, обычным навыком движения, требуется, ну, скажем так, небольшое долечивание. А реперитация у нас входит в ОМС? Да, входит. И как там это градируется? Что из себя это представляет, этот комплекс, который входит в ОМС? Значит, я только хочу ещё добавить по направлению. Не только через сосудистые центры к нам можно направлять. Гириатрический центр. Да. От любого невролога, кардиолога. Если есть показания у пациента, то мы можем принять, минуя сосудистые центры. Это если у вас хватает ваших резервов? Если есть места, конечно. И лечение, оно проходит, что в понятие реабилитации входит, лечение там проходит по мультидисциплинарному принципу. То есть в бригаде не только там невролог, кардиолог, а и логопед, и психолог. И специалист по профилю. И инструктор ЛФК. И сюда же входит в комплекс лечения и физиотерапия, и массаж. Вот. Этим отличается от обычного лечения. Когда один специалист. Сколько времени в среднем уделяется одному пациенту для реабилитации в вашем центре? Значит, у нас... Нормы ведь какие-то, наверное, тоже. Сколько дней? Ну, нормы-то они есть, конечно. У нас получается, что в реабилитации пациент проводит около 13 дней. 12,9, 13,1 у нас по разным отделениям. Может быть, несколько циклов реабилитации у одного пациента. Может. Ну, потому что 13 дней мы тоже понимаем, что в большинстве тяжелых случаев это тоже не вариант. А вот тут уже должен быть другой этап. Может, санаторно-курортное лечение. Как будет все хорошо, меру. Если вот так вот разложить, я, может быть, немножко так, ну, просто рассуждаю, но операция там, ну, или какая-то катастрофа. Ранняя реабилитация. Реабилитация, о чем мы говорим, Игорь Федорович, и дальше. Санаторно-курортное лечение. Это идеальный вариант. Вот этот замкнутый цикл, да, он возможен, но стоит ли устраивать санкору лечения в отделении реабилитации, где есть набор специалистов квалифицированных и необходимых тренажеров, да, вот тоже здесь нужно к этому относиться очень бережно. Ну, и все-таки я хочу зацепиться за ваши слова, коллеги, сейчас, секундочку, да. Мне это очень важно, потому что время бежит, у нас остается совсем их мало. Дмитрий Александрович, вы сказали, что прежде чем говорить о расширении площадей и создании большого реабилитационного центра, о создании его, вы тоже сказали, абсолютно необходимо в нашем городе, действующем на нашу область, нужно показать результаты. Со своей стороны, Игорь Федорович, вы сказали, что вот сейчас получаете лицензию на круглосуточную реабилитацию пациентов после травм, да, операции, связанной с травмами. Это значит, что все-таки вы расширяете спектр услуг, и у вас будет больше пациентов. Но у нас есть возможность. У вас есть возможность на этих площадях. Да, на этих же половицах. Насколько далеко идут ваши планы, ваши амбиции, как медика и специалиста по расширению предоставляемых услуг? Вы мечтаете о таком большом, серьезном реабилитационном центре, современном, наполненном специалистами, тренажерами? Я вижу, по глазу мечтает. Тренажерами. Есть ли такая программа, я не знаю, государственная программа? В приоритете у нас реабилитация в государственных программах? Значит, нужно всегда перед собой цели ставить, которые, может быть, кажутся вот на сегодняшний день нереальными, но если к ним идти последовательно, то они достижимы. Поэтому, да, мы хотим, чтобы наш реабилитационный центр стал лучшим не только в Кировской области, а и в Приволжском федеральном округе. Вот вы знаете, почему такие амбиции? Я разговаривал с Игорем Федоровичем, действительно, мы, естественно, продолжаем работать и с Слободской больницей, но я сейчас смотрел на данные, через нас проходят ежемесячно 300 иногородних пациентов. Через центр ортопедии, да? Да, да, 300 иногородних пациентов с разных регионов. Вот впервые мы увидели Республика Крым в этом месяце, в общем-то, порядка 30 регионов, ну, есть где-то по одному и так далее. И большинство из них, они готовы, да, они готовы и хотят. Остаться на реабилитацию. Они остаться на реабилитацию для того, что для них важен результат. Потому что хоть когда они приезжают домой, мы с ними там созваниваемся, мы консультируем по снимкам, но закрепить результат нужно здесь. И в этом заинтересованы и те, кто оперирует, поверьте мне. Я заинтересован, чтобы не было осложнений после операций, которые проведены в центре. Любых. Для этого нужно, чтобы такая система действовала рядом. Чтобы ты мог помогать методически, консультировать, ну и так далее. И была возможность госпитализировать. Это и любой профиль, это и неврология, и, безусловно, и кардиология, и нейрохирургия. Но что же касается государственных программ, она существует такая в приоритете реабилитации или пока нет? Что касается государственных программ, я не знаю все существующие государственные программы. Возможно, она и есть, но мне не на слуху. Реабилитация, да, в наше время она все чаще и чаще звучит. И ясно, что она, в общем-то, понимают, что она необходима. О том, что технологии немножко забежали вперед, чем восстановление после их использования. У нас, во-первых, технологии забежали вперед. Во-вторых, как я уже говорила, там, советский опыт был утрачен в 90-е и начало 2000-х. Ну, действительно, провал существовал в этом. Посмотрите на то, в каком состоянии те же санатории пришли. Ну, трудно говорить о том, что у нас санаторно-курортное лечение сейчас на супервысоком уровне. А можно я скажу про задачу? Да. Все время теперь ваше осталось. Пусть Игорь Федорович скажет. Что нужно доказать? Вот, да, наверное. Ну, вот задача, которая перед нами стоит, это адаптировать пациентов с естественной утратой функций, как бы вернуть их в социум. Это вот такие абсолютно понятные, обычные вещи. Это вот научиться ключом замок открывать, дверь открывать, шнурки завязывать, включать-выключать свет. Вот мы этому учим. Вот, Игорь Федорович, буду настойчив. Ваши планы на год. Тезис, нам можете озвучить? Вот если вот через год получится так, что мы здесь встретимся, то мы вот вспомним. За год я хочу вот, чтобы этот профиль, я хочу сделать это вот в этом имущественном комплексе. Рядом же с вами-то есть, по-моему, немаленькая еще площадь, да, располагающаяся непосредственно на территории центра. На молодой гвардии вот дневной стационар. Вот какие планы на год? Первое, я уже сказал, получение лицензии, увеличение количества пролеченных пациентов, закрепление кадров. До какой цифры? 3000 у вас сейчас пролечиваются пациентов. До какой цифры вы ставите? Начнем шагать, ну, 10% увеличить, причем и за счет иногородних в том числе. Из других территорий вы сколько планируете? Ну, вот первые ласточки действительно полетели. Пообещайте мне, что возьмете. Я для себя же сейчас стараюсь, понимаете? Как лицензию получим, я думаю, 100-150 мы сможем. В месяц. Ну, 100 в месяц, это, наверное, реально будет. Единственное, что... Тогда у вас уже не 10%, тогда у вас уже... Я же страхуюсь. Квардивую флагу поднимаю. Вы же записываете, я поэтому страхуюсь. Вот, и оборудование закупить, и более интенсивно использовать существующее. Вот сейчас мы обсуждали с коллегами на оперативном совещании вопрос. Работают по пятидневке, допустим, массажисты, инструкторы ЛФК. И два дня пациент как бы отдыхает. Бесхожо. Вот, а почему бы казалось такое простое, сменить график и сделать 2 плюс 2. Сменный. Да, 2 плюс 2, и тогда мы... Справедливо. Это 2 плюс 2 по работе медиков. Да, да, то есть и выходные не выпадают. Вот, и процесс, он, в принципе-то, сокращается. То есть эффективность увеличится. Да, непрерывным он становится. У нас ведь, знаете, вот почему, я думаю, у нас у обывателей всегда георетический центр, ассоциация с хорошими условиями нахождения. Да, у обывателей это, знаете, в советские времена, это... Это люкс-условия, да. То есть это мини-санатории, да, вот как бы, где бы, если бы и не там, да. Ну, мы записали, сейчас сказать, плюс 100 за счет иногородних ежемесячно. Хорошо. Да, и новое оборудование. А это уже зависит от того, сколько они заработают. Сейчас реалии таковы, что если ты работаешь, ты на него зарабатываешь, и есть способы его приобретения, и не надо ни на кого надеяться. Я думаю, что есть какой-то бизнес-план все равно, ну, условный, да, который дает возможность вычислять, сколько по ОМС придет денег, да, за репритацию пациентов. Я уже на опыте Курдюмова понимаю, что все реально и может двигаться действительно мощными темпами, и было бы здорово, если бы у нас еще клиники подтянулись за ортопедией, конечно, в таком уровне. Вот еще есть несколько минут, а кроме травматологии, вот, скажем, планы, все-таки на какой профиль еще смотрите, на ваш взгляд? Было предложение по офтальмологии. Вот я тоже хотел сказать, офтальмологию здесь. Но пока мы его не просчитали до конца, и там экономика непростая, если честно. Хирургии, операции, как и ряд полостных, там операции, там грыжи, ну, я так рассуждаю просто. Да, мыслей тоже много, но все озвучиваю сейчас, просто не хотелось бы. Ну, то есть планы есть, хотелось бы сказать. Планы есть, конечно. Еще как минимум, то есть на травматологии мы не останавливаемся, это то, что напирает пока больше всего, да? На месте стоять нельзя, просто как-то Алиса в стране чудес. Надо очень быстро бежать. Да, надо в два раза быстрее бежать, совершенно верно. Ну что, мы услышали планы сейчас, которые строит главный врач гириатрического центра Кировской области, Набатов Игорь Федорович. Видите, я даже правильно ударил. Улица Карла Маркса, 90, телефон 67-86-49. И помните, что реабилитация – это крайне важная часть вашего лечения. Мы понимаем, что это тяжелая сейчас задача, но вот у меня есть все пожелания и все ощущения, что все-таки в нашей стране реабилитация начнет двигаться, и это очень, конечно, важно. Мы встретимся с вами обязательно в конце года, посмотрим, как у вас получилось, что сделать за этот год, и, наверное, сделаем с Дмитрием Александровичем цикл программ по отдельным каким-то направлениям реабилитации, чтобы дать какие-то четкие советы. Люди у меня даже... Мы сегодня слишком большой объем информации взяли, но для себя мы, наверное, определили, хотя бы вот, чтобы понять, что это будет развиваться, потому что выхватывать что-то отдельное и сказать, что оно в каком-то крупном центре у нас существует, и наряду с другими видами, наверное, пока невозможно к сожалению. Да, но мы это сделаем обязательно. Следите за нашими анонсами на сайте hakirov.ru и в нашем эфире. Благодарим Игоря Набытова, Светлана Занько и Дмитрия Курду. А я тоже надо так называть. Слушайте доктора.